Одессина – степная красавица, пахнущая теплом разогретых солнцев колосящихся хлебов. Идиллия, которую грозит обрушить засуха и безразличие государства в 2020 году. В самой большой области и житницы Украины прогнозируется не урожай зерновых до 80%. Даже городскому жителю очевидно, что с прошлой осени ни дождей, ни снегов. Значит, озимые не взошли, а яровые бросать в твердую, как асфальт, землю – бесперспективно. Одессина давно начала бить тревогу. Фермеры обратились к депутатам, и Одесский областной совет направил в Киев открытое письмо о критической ситуации в аграрной отрасли Одессины, о невиданной засухе в регионе, об уже прогнозируемых значительных потерях урожая зерновых. О том, что фермерам и сельским жителям, сдающим свои земельные паи в аренду, грозит финансовый крах и голод. Но ответ от руководства страны пока не последовало. У нас, как всегда, реакция никакой не следует. Они считают, что они самые умные, что им лучше видно, на что тратить деньги. В европейских странах, где аналогичная ситуация с засухой, государство выделяет прямую помощь. Я уже молчу о том, что кредиты компенсируются. Государство выделяет прямые дотации сельхозпроизводителям, для того, чтобы они могли справиться с той погодной ситуацией, с которой столкнулись не только Украина, а и вся Европа. Аграрии говорят о том, что подобной засухи не было со времен независимости Украины. Система мелиорации, доставшаяся в наследство от Советского Союза, разрушена. И этот неурожай означает колоссальные потери для сельхозбизнеса. Невозможность выполнения обязательств перед контрагентами, кабала перед банками и другими кредиторами, уменьшение арендной платы перед пайщиками. А для большинства владельцев земельных паёв, для жителей сёл – это единственный способ выжить. Ведь фермеры платят им натурой, то есть зерном и продуктами. Депутаты от оппозиционной платформы «За жизнь» в Одесском областном совете уверены, что при наличии политической воли у руководства страны и юг Украины, и всю Украину можно спасти от краха фермерства и голода в сельской местности. «Первое – облегчить и упростить систему получения кредитов для фермеров. Второе – в этом году освободить их от всех налогов, потому что они сегодня не заработают, они уйдут в минус. И хоть как-то подсластить им эту пилюлю, хоть как-то удержать их баланс, я считаю, обязано прежде всего государству». Чрезвычайной ситуации в аграрном секторе экономики Юга Украины можно избежать, если также государство компенсирует оплату процентов по кредитам наиболее пострадавшим хозяйствам и в целом ограничит аппетиты банков. «Нужно запретить в этом году отбирать имущество, которое в залоге, и накладывать арест на имущество или на землю, и на любое имущество, которое в залоге у банков под кредиты. Чаще всего это или под саму технику, или под саму землю. При таком сборе урожая ситуация может быть критическая и в том плане, что государство должно будет вводить квоты на экспорт зерна». Специалисты подсчитали, что на год жизни населению Украины необходимо около 5 миллионов тонн продовольственной пшеницы для производства хлеба и еще около 3 миллионов тонн для производства макаронных изделий, муки и кондитерки. Итого 8 миллионов тонн. Украинский урожай в прошлом году составил порядка 74 миллионов тонн, а в этом году может получить половину. Вот почему другие государства-житницы из-за засухи уже ввели жесткие ограничения на вывоз зерна из страны. «Конечно же, мы экспортно-ориентированное государство, но когда уже стоит вопрос о выживании наших граждан, то, конечно, необходимо экспорт ограничивать, необходимо вводить квоты». Министерство сельского хозяйства Казахстана также ввело ограничения на экспорт зерна. Только на Банковой в Киеве все спокойно. Такое безразличие наталкивает на два вывода. Как не связать то, что невнимание к отечественным фермерам фактически совпадает с открытием рынка земли, на который ожидается приход крупных корпораций. И второе. Коронавирус, коррупция, кредиты. Бедное сейчас наше государство. Но только чтобы завтра быть богатым, надо сегодня засыпать за крома.